МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Извините, вы зажигалку забыли свою! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -...ЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ... Катя! Катя! Если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы ты знала. Так, Вачке, хватит дурачиться. У тебя ранение покасательное. Тебе рану обработать, через час будешь бегать. А сейчас лежи, молчи. Я все равно хочу, чтобы ты знала. С самого первого дня. С самой первой минуты, когда я тебя увидел, Катя. Я прошу прощения, вас как зовут? Евгений. Евгений, я правильно понимаю, что пациента нервничать нельзя? Нервничать нельзя? Ни в коем случае. Ага, значит, если пациента нервничать нельзя, значит, ему нужно просто молчать. Я правильно думаю? Правильно. Васяшкин, ты слышал? Лежи, молчи. Слышал, слышал. Андрей, мне крайне необходимо, чтобы ты утром вылетел в Архангельск. Срочно нужна информация о предприятии Богданова. Что там с Васишкиным? Везут в больницу. С ним, Ракетина. Кому звонил Богданов до выстрелов? Мы не знаем. Богданов сказал, что Захаров выдвинул неприемлемые условия. Возможно, это был сигнал для киллера. Возможно. Александр Михайлович, только что сообщили, мотоцикл, на котором уехал стрелявший, найден за городом, сожжен. Пока все. Спасибо, капитан. Продолжайте, работайте. Есть. А если это внутренние разборки при Камской братвы, а? Захаров убрал Пахома. За Пахома отомстили Захарову. Вот и вся история. Мы-то с вами огород огородим. А потом из ресторана выходило пятеро, а в наличии только три трупа. Непорядок. Двое ушли. Ну да. Ладно. Езжайте по домам. Нечего тут светиться. Царев, что там предварительно? Сейчас, брат. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Что там? Повезло. Сквозная. Сейчас, сейчас, сейчас. Я завалю этого коммерса. Думаешь, он? А кто? У Пахомовских сейчас никого нет, кто бы на такое решился. Ага. Брат, я тебе сейчас рану водкой залью. Только не ой, ведь тут менты недалеко ездят, ладно? А что дальше делать будем? В Москве отсидимся и ксиву новую найдем, а? В Архангельс едем. Если братва к тому времени установит причастность коммерса к смерти папы, тому и грохнем. Ага. Да. Давай не менжуйся. Ага. Леонид Алексеевич, о чем вы говорили с покойным Захаровым? Коммерческая тайна. Ну, раз так, продолжим допрос в нашем офисе. А, это допрос? Ну, в таком случае я отвечу серьезно. Мы за ужином беседовали о погоде. Послушайте, здесь только что произошло несчастье. Я очень хочу выпить. Присоединитесь, а то меня здесь какой-то дрянью поили. Поставьте бутылку на место. Я повторяю вопрос. О чем вы говорили с Захаровым? А какой ответ вы хотите услышать? Ну, например, почему Захаров отказал вам в поставке нелегального золота авансовым порядком и побросовым ценам? О-о-о, господин полковник, вы осведомленный человек. Что, вы действительно рассчитываете, что я буду обсуждать с вами такие вещи? Я легальный бизнесмен и законопослушный гражданин. Можете себе это так и записать. Давайте выпьем и разъедемся по домам. Хозяина жизни себя изображаете? Одно мое слово, и на вас наденут наручники. Нами, Леонид Алексеевич, расследуется убийство криминального авторитета Константина Пахомова, с которым вы состояли в тесных партнерских отношениях. Это домыслы. Секунду, извините. Да. Да. Хорошо. Жду. Мой адвокат уже выехал. Кстати, он совершенно мне не рекомендовал с вами беседовать. Очень жалко. Вы очень интересный собеседник. Может, мы с вами тогда молча выпьем виски? До встречи. Что-то после водки тоже не особо отпускает. Когда в зал зашел, я думал, все, провалил задание. Ничего, сейчас накатичь пройдет. У меня тоже так по молодости было. Нормально, молодец. Среагировал быстро. Себе нальешь? Нет, давай. Дрис, слушай. Разреши, я у тебя спрошу. Так ты либо честно ответить, либо вообще не отвечай. Хорошо? Валяй. Вот смотри. Ты же старше Шпагина. Вы в одном звании. Да и в отделе ты дольше. Почему, когда майор Волошин ушел, командовать назначили Шпагина, а не тебя? Потому что он лучше меня, Вась. Намного. Чуйка у него. Да и вообще. Чтобы правильно сделали, чтобы его назначили. Что, ты не хотел быть начальником? Хотел. Разговор ущерпал? Ущерпал. Да, теперь к теме. Ну что, шумит, голова? Да, чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Привет вам. Привет, сынок. У нас Лиза. Она спит. Ужин разогрелось? Понял бы чего-нибудь. Пойди. Извини, что разбудил. – Мы что, покурим? – Поспишь тут. Я уже знаю, что Захарова с телохранителями положили сразу после встречи с Богдановым. У меня гора трупов и ноль движения вперед, Дряхлеев. Да ладно. Ты в хорошей форме. Сколько от груди жмешь? Какая штанга? Три пачки в день. Как думаешь, кто заказал этот расстрел? Ну, сначала я думал, что в Пахома заказал Богданова, ну, что, в принципе, логично. Пахом в гостинице ждал своего партнера по бизнесу, и я предположил, что Богданову не понравилась идея Пахома – привести в бизнес незнакомых людей. Что-то… что-то не клеится в этой версии. Мам, неужели это все мое? А что, у моего сына провалы в памяти? Ну, конечно, все твое, Андрюш. Мы с отцом так гордились тобой. Он запрещал мне тебя хвалить, а сам часами вертел медали. Да. Приходил он в соревнования. Всегда садился в последний ряд. А выходил за пять минут до конца. А я делал вид, что этого не знаю. Часто вспоминаю его. Андрюш, садись, все готово. Ну, ты, брат, садись, курить. Представляешь, по утрам уже откашляться не могу. Паша, чтобы взять за задницу эту всю губкомпанию, надо искать завод, куда свозят и золото, и бриллианты. Что ты предлагаешь? Я предлагаю внедряться к Богданову и Авериной. Это как раз по профилю твоего Шпагина и его банды. У Богданова левые брюлики, а она легализует товар. Вот именно через нее мы и выйдем на завод, где эти проклятые буржуины клепают ювелирные изделия. Действовать нам не спеша. Начнем с Архангельска. Надо пошерстить на руднике у Богданова. Ну, ладно. К ужинать будешь? Я не хочу. Пошли. Дети у бабушки, а жена, я уверен, уже накрывает. Пошли. О, так и все-таки не зря пришел. Выглядишь уставше. А что это у нас Оля расщедрилась? Говорила, что Лизу привезет только на выходные. Мне кажется, она хочет с тобой помириться. Ну, сядьте, поговорите. Хорошо. Сядем, поговорим. Не буду я кушать, мам. Валюсь с ног устал, как собака. Да. Мне завтра в командировку. Соберешь сумку? Надолго? И кто меня об этом спрашивает? Понятно. Значит, надолго. Ну, мне кажется, что вот это очень приличнее. Ну-ка. Да? Ну, давай. Не слишком ярко? Ну, почему же ярко? Тебе все-таки у Богданова большую взятку вымогать. Большую? Не, ну, он все-таки должен быть серой мышкой. Понимаешь? Взяточник. Да? А не новогодней елкой. Нет, я должен быть пешкой. Понимаешь? Пешкой. 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 Да, такой маленькой-маленькой. Ты не мог раньше сказать, а? Не мог. Хорошо. Тогда точно вот эта рубашка. Да. И, конечно же, вот этот галстук. Не-не-не. Ну, подожди. Не, ну, это золото какое-то. Нормальный галстук. Нет, какой-то золото. Так. Ты совершенно точно едешь вот в этом галстуке? Вот в этом, да. В этом галстуке ты едешь. Именно в этом, да. Андрей Иванович. А тебя? А ты в неплохой форме. Спасибо. Я каверина. Какие-то есть? Водная? Знаете, Святон Леонидовна? Занимайтесь сбором информации. Угу. А вы не задерживайтесь в командировке? А то я буду отчаянно скучать. Катюш. Да? А галстучек-то надо заменить. Что это было? Ну, что, может, поедешь со мной? А ты возьмешь меня с собой? Помышленный сожаточник. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Белкин, Илья Семенович, меня предупредили о вашем приезде. Добрый день, добрый день. Евгений Константинович, если я не ошибаюсь. Да, вот на один день, знаете ли, с проверочкой и сразу в Москву. А к чему такая спешка с инспекцией? Да это из-за этой Благодарева. С аварией на Елизаврской шахте, знаете ли. Ой, с самого верха распределились делать осмотр всех производственных помещений и карьеров. Поэтому мои местные коллеги останутся для дальнейшей проверки. Ну, а я с первичным докладом сразу в Москву. Ой, чисто вот здесь, а? Аккуратненько. Стараемся. Полин, что случилось? Ничего. Почему ты сегодня, целый день молчишь? Просто нет настроения. Полин, ну в чем дело? Полин. Что это? В прошлый раз, когда ты уехал, меня Берка сбил. Лень, он меня боится. Он боится, что я настраиваю тебя против Нилу. Это он мне сказал. Он тебя ненавидит, Лень. Как это случилось? Он тебя трогал? Нет, не успел. Алло, Артур. Ты что, скотина, себя позволяешь? Ты что сделал с Фалиной? Спокойней, Леня, спокойней. Я не понимаю, что произошло. Ты ее избил! Это она тебе так сказала? А я слишком много выпил. Ты же знаешь, мне нельзя много пить. Извинись перед ней. Ты прилетишь и извинишься перед ней лично. И моли Бога, чтобы она тебя простила. Ты меня понял? Да понял я, понял. Только не надо говорить со мной таким тоном. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, Георгиевич. Да, конечно. С утра буду у вас с докладом. Да? Ну, вот уж я не знаю вам решать, что делать. Закрывать богданское предприятие или нет. Но с техникой безопасности, хочу вам сказать, полный бардак. Да. Да. Ну, обсудим все при встрече. Да. Ну, что, радостная новость для вас, Евгений Константинович. Улетаю в Москву. Надоел, наверное, хуже парень Репа. Ну, что вы, что вы. Мы к вам так привыкли. Кто может быть рад? Инспектор Ростехнадзора из Москвы. Ну, нам скрывать нечего. Идемте. Да, идемте. Идемте. Ой, спасибо вам, Евгений Константинович, за помощь в организации моей работы. Да не за что. Много недостатков нашли. Ну, не без этого, не без этого. Ну, а что делать? А где их нет? Ну, все решаемо, знаете. Все решаемо. Безопасность на производстве, сами понимаете, превыше всего. Сейчас в тем строго. Когда обратно? Из Москвы? Ну, думаю, честь не только другую. Но мои коллеги из Архангельска продолжат работу. Да. Ну, до свидания, Илья Семенович. До свидания. Спасибо. Слышь, у нас винтарь под днищем. Они даже не обыскали. Менты, а? Да заткнись ты. Тема у меня, брат, интересная. И что за тема? Причастен или не причастен Богданов к убийству. Но на бабло его развести надо. Ну да. Нам без бабок сейчас никак. Да и брат, пап, при Камске голодная. И что, как? Придумал? Процесс. Леонид Алексеевич, Бенкин уехал в Москву, но оставил своих людей копать под нас дальше. Да, звонил начальнику. Требует приостановить работу на месторождении. По глазам вижу, хочет взятку. Редкий жулик. Внедрение прошло успешно. Я припугнул Шалаева, заместителя Богданова. Теперь они, я думаю, точно взятку дадут. Взятку? Взятку — это хорошо. Андрюш, ты где такой чай вкусный берешь? Тоже взятка. Лично от Шалаева. Ну, давай, рассказывай, что у тебя там у Богданова? Что? Ну что, предприятие как предприятие. Не без нарушений, конечно. Где укрывают неучтенные алмазы, пока не узнал. Но это дело техники. Найду в следующий раз. Сергеев просит проникновения в квартиру Авериной. Без согласия начальства. М-м-м. Я же так. Такой законник всегда тут без согласия. Что ведь с ним? Ну, во-первых, дело зашло в тупик. Ну, и есть еще кое-что. Я его должник. Однажды я висел на волоске, и он меня прикрыл. Андрюш, найдем заводик, возьмем Аверинова и Богданова, и с нас спишут все грешки. Твои, кстати, тоже. У меня слишком длинный список. Я так понимаю, в случае провала ответственности на нас. Ты знаешь правила игры. Греша, сколько времени? Греша, сколько времени? Черт, не просмотрел. Не мы, а ты. Ага. У меня пять минут осталось. Хотя, наверное, и пяти нету. Может, маму не поцеловать? Может, ты еще останешься? Опоздайся немножечко. Ты с ума сошелась? У меня сегодня в ресторане спецобслуживание. Все организации на мне. Так, рубашку я вчера постирала. Завтрак в холодильнике. Люблю. Пока. Сань, какая же ты у меня умничка, а? Греша, мы когда увидимся? Хороший вопрос. Сань, как ты меня терпишь? Ну, как-то. Все. Пап, ты давай с салатом. Я же тебе его приготовила. Ну, вот я накладываю. Только, правда, я картошку пересолила. Ну, я уж почувствовал. Влюбилась, что ли? Папа. А что, папа? Нормально? Хочешь, симпатичный, нет? Ну, пап, ну, перестань. А то какой-нибудь сладочок, комячок, а? Вот такой. Или ужась такой. А я уже веселой компании помешала? Нет. А что хихекаете? Ты бы лучше математикой проверил. А что у нас с математикой? Ну, пап, ну, это просто не мой предмет. Понимаешь, не мой предмет. Офицера. Отлично. Отлично. Конечно. Когда папа думает, у тебя все отлично. Ты картошку присолил. Я снимаю, можно. Не, нормально. Девушка, куда едем? Ленинский, 64. Ну, ладно. Двести. На соточку накинь и поехали. Разберемся. Как денек? Нормально. Ну, что, ты сегодня ко мне, Илья? Илья. Лиза сегодня у меня. Ладно. Я хочу музыку. Я слушаю, у меня идея. Ты, я и Лиза куда-нибудь выбраться на выходные. Как тебе? В смысле? Ну, в прямом. На выходные куда-нибудь пойти. Втроем. Ну, мне кажется, я могу познакомиться уже. Подержи руль. Да. Держи. Давай. А, по-моему, хорошая идея. Да, мне эта идея. А, я вообще не хочу, чтобы вы подружились. Послушай, ну, я немножко мне страшного ад, честно говоря. Я просто не совсем понимаю, как-то это... Ну, у нас ребенок, как бы... Да, слушай-ка, тебе надо выспаться. Что? Выспаться тебе надо реально. Завтра операция, сложная. А опасность всегда так щекочет нервы. Да? Как идея, по-моему, хорошая. Ну, эта идея мне нравится очень. Так, ну что, дом понятный, элитный, полностью нафарширован. Кодовый замок, камеры, злая консьержка. Ну, код, допустим, мы узнаем в Дэйсе. С камерами сложнее. Там частная охрана, боюсь, не договоримся. Надо перекоммутировать провода. Тогда на пульте охраны будет виден соседний подъезд. Стандартная операция. Угу. Тогда этим займешься. Сделаю. Дома соваться рано нам. Какой замок-то, Дэйре, не знаем. Сейф тоже не знаем. Код, ничего не знаю. Ерофейдич, хорош ворчать. И не узнаем никогда, ниоткуда. Будем импровизировать и уповать на твой талант. Что хоть ищем. Сергеев считает, что в квартире Авериной находится вся теневая бухгалтерия, а также, может быть, мы найдем там адресок заводика по изготовлению нелегальной ювелирки. Ну да, может, и сам заводик. Так, в квартире Авериной постоянно проживает. Сын Влад, об болтус, учится в спортивной школе и постоянно гоняет на скутере. Но экономка, вера, всегда находится дома. На наше счастье, каждое утро, поскольку Аверина уходит на работу, она едет в супермаркет за свежими продукциями, потому что Аверина помешана на здоровом питании. Вот это время у нас есть. Где-то минут 20 до магазина. Угу. Так, тогда надо составить поминутный график. То, когда, куда, входит и выходит. Ок, сделаем. Значит так, в день проникновения, Жора, одеваешься в костюм сотрудника ГИБДД и контролируешь все подъезды к дому. Есть. Да? Ну да, только смотри, самих палочников предупреди, а то нарвешься. Да. Ракитина контролирует Аверину на авто. Так, Вась, сын у тебя. Ерофеич, нам у тебя самое главное. Дверь и сейф. Когда с сегодняшнего дня перестаем курить все и перестаем пользоваться парфюмерией. Сегодня. Да ученые мы, Ерофеич. Тебя ученые, если не предупредить, поставить операцию под угрозу. С каких? Да с таких. Был у нас в 90-х, Дима Абалмасов такой, на тебя похожий, перебирался с парфюмом, пошел на операцию. А клиент не о чем оказывался. Понял, что в квартире кто-то был. Залег на дно, все, тишина. Да? Да. Ерофеич, ты в квартиру пойдешь. На мне камеру и ребенок. Пригодится. Спасибо. Подожди, я что-то забыла. Владик. Что? О, езжай аккуратнее. Мам, сколько можно? Я волнуюсь. А ты долго на работе? Сегодня суббота, постараюсь пораньше. Дай поцелую. Ладно, давай. Ладно, давай. Не гони, я сказала. Андрей. Поверенно села в машину. Выезжает из двора. Я следую за ним. Камера на подъезде не работает. Вася, дуй-ка ты в спортшколу. Да, если что-то не так пойдет, тебя Мастренко будет страховать. Понял? Понял. Где же ты, домохозяйка, копается так долго? Хочу с Матренко. Что-то в последнее время не такое. Да жена у нее проблемы. Пьет, зараза. Надо отправить Гришу в отпуск. Все в ажуре, нормально. Место тухлое, машин нет ни хрена. Все, все, не могу, говорит, давай. Ага. О, пошла. Ну, наконец-то. Все по местам работаем. Ну что, Максим Ирофеевич, свой выход. Удачи. Спасибо. Здрасьте. Здрасьте, красавица. Где ваши высоты и проблемы? А вы из санэпидемстанции? Может, не похоже? Похоже, не похоже. Бумагу предъявляйте. Лишь, в соседнем подъезде мы товарищи работали. Если закончить раньше, скажите, что здесь подождал. А это ли че? Это опасно? Пока нет. Ну, будьте бдительны. Данная педемстанция. Скажите, Локотков Максим Ирофеевич, ваш человек? Ну, что ты там застрял? Пойдем. Работает? Хорошо, спасибо. Да, товарищ капитан. Все нормально. Усы наверняка начали занятия. Ну, что ж мы. Газе. Олег Игоревич, как же мы без аптечки-то, а? Виноват. Может, договоримся? Ну, права положи. Аптечку надо иметь. А если какой, ЧП по дороге. Всякое бывает. Да. Все отлично. Работаем. Все, не могу. Что с камерой? Что с камерой? Ну, не проблема. В квартиру убежала кошка. Андрей, Андрей, ты слышал меня? Вера Феевич, кот на мне. Понял. На связи. Аверина едет по намеченному маршруту. Аверина, возвращайся. Следуй за ней. Это еще что-то. Есть сейф. Он отключен, возвращайся домой. Слышь ты, коза, ты что не могла раньше поворот показать? Ты как меня назвала? Ну-ка, еще коза. Ух ты, ёлка. Да ты сама коза, смотри, куда ты едешь. Ну, что, сразу заплатишь? Или вызывай МГИ? Я платить? Ты что, попутала, что ли, а? Вот сейчас мы разберемся. Дамочки, ну вы даете, прямо на глазах. Какого левого ты чего не спел? Ворачивала ты. Ты что, слепая, да? Ты обалдела, что ли, а? Минутку. Ты где права купила? Ты со мной так разговариваешь? Да. Ну, а с кем? С тобой, конечно. Успокойтесь или нет? Ну что, сами разберетесь? Или протокол составлять будем? Протокол у меня каска. Каска у нее. Разберемся. А номера у нее блатные. Можно блатные? Инспектор, вы куда? Минуточку, пожалуйста. Так, девушка, знаете что? Сколько стоит эта машина? Держите я столько, сколько я скажу. Ясно? Да сколько же вас тут, а? Электронщики. В сейфе документов не вижу. Только деньги и драгоценности. Предъявите ваши документы, пожалуйста. Инспектор, да черт с ней с этой аварии. Это всего лишь фара, не стоящая времени и внимания. Послушайте, мне срочно домой надо. Я таблетки свои забыла, а мне их нужно принимать каждый час, понимаете? Поздно. Я уже доложил начальству АДТП. Необходимо соблюдать все формальности. Черт. Алло, тут что-то случилось. Скорая подъехала. Сейчас пойду проверю. О, ты же умная девочка. Катя. Машель. Кас-кас-кас-кас-кас-кас-кас. Адрей. Да это не тебе. Иди сюда, мой хороший. Адрей. Дима, красавица. Адрей. Да не тебе, это Катя. Адрей. Адрей, что пришлое? Какая разница? Иди сюда. Адрей. Адрей, Аверина. Она наконец угоморилась и села в машину. О, хорошая новость. Да, ребят. Здрасте. Я видел, скорая подъехала. Может, помощь нужна? Я в армии санитаром был? Да ничего. Просто на тренировке по боксу два парня травмы получили. Но тренер перестраховался. Скорую вызову. Все, все, закончили, закончили. Ребят, завтра что, без опозданий? Сычев, ты понял? Здрасте. Здрасте. Алло. У нас проблема. Сын, Аверин, и раньше закончил. Так, звони Майстренко, пусть тебя страхует. Ага. Андрей. Сефи, документов нет. Мои действия. Действия, действия, действия. Так. Ты помнишь, в рапорте у Лапиной разговор двух сотрудниц? Они говорили о том, что мадам держит свои важные документы под кроватью. Посмотри там. Понял. Я что-то нарушил? Капитан Войтюк, документы на транспортное средство. А, я дома забыл. Но мне здесь недалеко, я могу сходить. Понятно. Глуши аппарат. Давай ключи. Зачем? За шкафом. Давай ключи. Первый. Я здесь мопед тормознул. Под описание подходит. У водителя документов нет. Хорошо, ждем. По ориентировке угнанный скутер. Твой под описание подходит. Будем разбираться. Да это мой скутер. Ну, твой поедешь домой. Четки впишешь. Есть второй сейф. Денофеевич, что с сейфом? Крутитесь, как хотите. Мне нужно еще время. Привет. Привет. Привет, ребята. Алло, ма. Меня от менты тормознули. Говорят, мой скутер в розыске. Когда приедешь? Хорошо. Что ж такое? Мы тут битый час стоим из-за пустяковой аварии. Мне домой надо к сыну, понимаете? Угу. Значит так, или вы меня отпускайте, или я звоню сейчас вашему начальству. Кричать не нужно, все уже оформлено. Можете ехать. Черт и что. Вы моя должница. Ух ты. Тортик выделаешь? Я люблю киевский. Подсказка. Ладно, имейте. Аверина поехала к сыну на Мастренко. У нас есть минимум полчаса, а что с домработницей? Так, Вася. Вася, дуй в магазин, где затоваривается Вера, и держи ее там любой ценой. Понял? Понял. Давай. Давай. Ой, эй, ты что? О, стой. Что ж ты делаешь-то? Кошелек украл. Охрана. Стойте. Стойте. Остановите его. О, господи. Ирофеич, как дела? Нужно завершать операцию. Мне нужно еще минут 30-40. Ирофеич, у нас мало времени. Я говорю, мне нужно еще 30-40 минут. Не дергай меня. Работаем. Капитан, и как долго нам его держать? Он сейчас у мамаши должна подъехать. Для верности давай, полчасика подержи, пушкай. Хорошо? Твой мопед. Ну, мой. Пойдем со мной. Хмырь. Тебе пятерик светит. Ты руку убери. Алло, Колычев? Да, здравствуй, я. Да, приезжай, у нас тут ваш клиент. Угу. Взяли, на краж с поличного. Есть свидетели. Да потерпевшая готова заявление написать. Так, понял. Все, ждем. Вы извините, но мне пора домой. Женщина, если вы уйдете, ему придется отпустить. Это недолго? Недолго. Пишите, пишите. Ну, ладно. Задача выполнена. Иги. Задача выполнена. Которая из этих? По-моему, вот эта. По-моему ли, точно? Точно. Ребят, всем спасибо, закругляемся. А дверь? Обижаешь. Понял. Все, ребят, дальше мы сами. Принимайте. Ну что, злодей, поедем оформляться? Лейтенант, залезь ко мне в карман. Достань там удостоверение. И верни мой телефон. Ну что смотришь, работа такая. Расстегни. Ну, Аверина, придумала с артовым сейфом. Никогда бы не догадался. Держи. Давай. Нет никаких осложнений. Все, мы закончили, возвращайся. Товарищ полковник, задание выполнено. Возвращаемся на базу. И скажите Лайпнер, чтобы заканчивалась проверка Авериной. Есть. Товарищ полковник, задание выполнено. Ну, ты как? Нормально. Стас, что ты за мной ходишь, а? Ты не бойся, я со скалы не сброшусь. Ну, зачем ты так? Я могу тебе чем-нибудь помочь? Хочешь мне помочь? Помоги мне снять квартиру. У моря и подальше от центра. Это на случай, если мне придется отсюда бежать. Все настолько серьезно? Более чем. Хорошо. Не беспокойся, шеф ничего не узнает. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Ну что, пойдем смотреть твою загородную виллу? Какой у нас этаж? Второй. Продолжение следует... Прошу. Ну как? То, что нужно. Ну, ладно? Я старался. Поверь, я это ценю, Стас. Стас. Извини. Сделай нам чай, пожалуйста. Чай есть. Чая, ничего нет. Это не страшно. А какой здесь пароль для вай-фай? Три, четырнадцать, пятнадцать, девяносто два и шесть. Ясно. Ты какой чай любишь? Покрепче? Все равно. Мама. Не могу поверить, что я это делаю. Первая. Пошла. Три, четырнадцать, пятнадцать, 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 пятнадцать.